Приветствую вас, Алина. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Первое, что мне хочется, наверное, выделить, это то, что несколько неясно, чья проблема. То есть, чья проблема в финансах? Ваша или молодого человека? То есть, вы пишите проблемы в отношениях с финансами и со свадьбой. Это первое. Чья проблема? Второе, вы говорите, что у вас проблема вроде как в финансах, вроде как, но при этом, при том, что проблема вроде как в финансах. А вы говорите, что есть проблемы и в отношениях, но если есть проблемы в отношениях, то вы их, к сожалению, никак от слова совсем не раскрываете. То есть, какие проблемы в отношениях у вас имеются? То есть, они есть? То есть, они есть? А я понимаю, что они есть. Но какие? С чем связаны? На мой взгляд, большой вопрос. Который вы, опять же, не раскрываете. Дальше. Вы пишите о том, что встречаетесь с молодым человеком больше года, полгода как живете вместе у его родителей. Я бы сказал, что полгода, которые вы встречались до того, как начать вместе жить, это, на мой взгляд, достаточно маленький срок, как мне, по крайней мере, видится. То, что вы куда-то спешите. Я, конечно, могу быть не прав. Вот. Но мне кажется, что вы торопитесь. То есть, мне кажется, что вы куда-то, куда-то торопитесь в отношения зачем-то, потому что... ну, рановато вам, как мне видится, выступать в серьезные отношения. Не хочу сказать, что вы не готовы, но просто вот вполне возможно, что рановато. вот. Вы говорите про... Соответственно, детей. Вы говорите про... эм... семью. Вот. То есть, это, это, момент, который, мне кажется, эм... ну, ну, нужно разобрать. Почему вас так волнует... эм... возможность и необходимость эм... создать, например, семью. Тогда как вы, на мой взгляд, эм... сами еще не сформировались, как, допустим, личность. Так. Вы... только начинаете, как вы говорите, работать. То есть, вы только начинаете... формироваться. Вы только начинаете... делать... первые шаги... ну... в своей жизни. Вот. И... вот... почему-то вы уже... хотите... создать семью. То есть, вот... то, куда... вы торопитесь... ну... на мой взгляд... очень... важный момент. Куда... куда конкретно и... почему вы торопитесь. Вот. Я рекомендую вам... на этот вопрос ответить. Далее. Вы пишите о том... эм... что... убивают... чувства... эм... финансовые проблемы. Ну... ну... вы так... пишите. Уникает вопрос... в таком... случае... а... были ли... чувства... если... финансовые... проблемы... проблемы... способны... убить... как вы говорите... отношения... то есть, мне кажется, что... здесь нужно... по... по возможности посмотреть... как вы относитесь... к... молодому человеку... своему... в принципе... вообще... как вы к нему относитесь... как вы к нему относитесь... о... принимали ли вы его... ну... ну... вообще... изначально... или нет... потому что... то, что вы описываете, да... говорит о том, что... как-то вы... вы не готовы оказались... к тому, что у него... такие проблемы... вот... поймите... поймите правильно... а... вы... и не должны были... а... оказывать... а... вы не должны были... значит... быть готовы... к... тому, что у него... такие проблемы... но... если вы... например... решили... а... все-таки... э... с ним быть... да... молодым человеком... то... в этом... случае... э... вы либо... принимаете его... таким... таким... какой он... есть... вообще... либо нет... и... как вы... я надеюсь... в этом случае... понимаете... то... уже не имеет... смысла... есть... есть ли... у него... какие-то трудности... или нет... потому что... вне зависимости от этого... вы... либо с ним... кхм... либо с ним... либо нет... вот... то есть... история здесь такая... и... вам... соответственно... вам... э... нужно... для себя решить... как вы... э... что вы испытываете к молодому человеку и... э... вообще... э... как бы... э... э... для чего он вам... молодой человек... да... это вопрос... такой... э... не очень... не очень хороший... это... вопрос не очень... удобный... вот... но... лучше... лучше будет... если вы его... себе все-таки зададите... э... вот... потому что... э... в противном случае... я боюсь... в противном случае... я боюсь... что... э... вы так и будете... чувствовать себя... постоянно... вот знаете... э... в каком-то... негативе... вот... а это на самом деле... очень... 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 тяжело... дальше... э... вы пишите... полгоря как живем вместе у его родителей... э... ну вот... тут момент... э... тоже заключается в том... что вы... э... по факту... вы... а... выбрали... э... э... жить... выбрали проживать... э... э... с человеком... ну... скажем так... в не совсем... э... хороших... э... условиях... э... для... э... собственно говоря... э... э... ну... э... для себя... вот... ну просто вот в не совсем хороших... э... условиях... э... вы выбрали... э... значит... проживать... вот... и... это... 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 вопрос... почему... так... вследствие... 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 чего... так... вот... смотрите... какая штука... насколько вам... это... ну... к примеру... нравится... насколько вам это... к примеру... предыдущие... подошли... да... вот... и... подошли... вообще... тесс... это... вот... э... такой момент... на... который необходимо... найти ответ... вот... который необходимо... найти ответ... проработать... так или иначе... потому что... а... если вы... допустим... э... ну... если вы выбираете... да... если вы выбираете... там... скажем... жить... с молодым человеком... э... ну... в определенных условиях... вот... то... это... ваше право... но... как бы... предъявлять ему за то, что... да... он там... справляется с чем-то... а... это уже... является... переносом ответственности... то есть... определите для себя... насколько... сознательно... насколько... насколько сознательно... вы подошли к вопросу... а... совместного проживания... а... а... с... с ним... с ним... а... вот... значит... в таких... условиях... вот... чего вы ожидали... например... да... ожидали ли вы... э... э... ну... ожидали ли вы вообще чего-то... вот... то есть... это... то... то... что... то... что... вам необходимо для себя определить... вот... я понимаю, что... ничего хорошего в том, чтобы жить... э... с... родителями, да... нет... это объективно... но... момент... заключается... в чем... в том, что вы... на это пошли... в том, что вы на это... согласились... э... вот... я вас... не обвиняю... вы... не подумайте... не подумайте... пожалуйста... всего плохого... вот... я вас не обвиняю... я просто хочу, чтобы вы... отдавали... чтобы вы... отдавали... себе отчет... э... в том... что и как... что и как... происходит... дальше... так... еще у него ребенок... он платит алименты... э... Алина... ну... э... э... вы... э... принимаете... своего мужчину... то есть... принимаете ли вы... вот... э... тот факт, да... что у него есть... э... ребенок... что он... там... платит алименты... и что... очень мало денег будет уходить... ну... очень мало денег будет... э... там... ну... на вас... да... э... для вас... да... ну... вот... то есть... вот отдаете ли вы себе... э... в этом... э... э... в этом отсчет... э... вот... то есть... на... мой взгляд... на мой взгляд... нет... а... вам нужно... спросить себя об этом... э... спросить себя об этом... потому что... э... 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 очень важная история... очень... такой... важный момент... э... если... вы принимаете опять его... до конца... то... это одно... это... хорошо... если принимаете... а... если нет... да... если... вы не можете принять... принять... ну... не важно... не... не важно, да... по какой... причине... что это... неприятно... конечно... но... я думаю... что... по крайней мере... это... честно... вот... по крайней мере... по крайней мере... дальше... есть кредиты... за которые он платит... э... вот это уже... я бы сказал... достаточно... настораживающая история... вот... потому что... кредиты означают... что человек... живет непосредством... вот... значит он... испытывает проблемы... с ответственностью... с личными границами... вот... ну... мне кажется... вы... э... сами... в принципе... э... можете вообще... догадаться... о том... что... э... ну... что... так... обстоят... дела... вот... вы можете догадаться... сами... сами... и... я опять же... не думаю... я опять же... опять же... я не думаю... что... это прям вот... э... 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 ну... для вас... э... э... что... что-то... хорошее... да... то есть... почему у человека... кредиты... вот... почему он живет непосредством... это... все... вопросы... которые... ну... они... на первый взгляд... кажутся... такими... докапывающими... типа... ну что ты вот... ну что... что такого... да... подумаешь... вот... а... если... ну... при ближайшем рассмотрении... вот... это ведь... э... все... очень... серьезно и... сильно влияет на... на будущее... на будущее... ваших отношений... и... совершенно нормально... что вы ему не доверяете... э... вот... поэтому и... вопрос... у меня к вам... э... нарисовал... нарисовался... ну... а... как же вы вот... собственно... э... а... ну... ну... в отношения вступили... э... э... насколько... человек для вас... э... 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 ну... насколько человека вы... принимает вот таким, как он есть, мне кажется, это очень важный момент, на который вам также нужно ответить. Вот. Дальше. Так, зарплата у него небольшая, на нас у него практически ничего не остаётся. Вот тут момент точно такой, достаточно интересный, да. Вы пишите, на нас. Как бы момент здесь такой, на кого на нас, кто это мы? Кто это мы? Вот кто? Кто мы? То есть понятно, конечно, понятно, что мы это вы и он. Понятно. Но как это связано? То есть когда вы говорите, например, мы, вы растворяетесь в паре. А это, на мой взгляд, очень не есть хорошо то, что вы растворяетесь в паре. То есть вам желательно, как бы, стараться обеспечить себя всем необходимым. А вы такое впечатление, что, ну, не отдаёте себя всем в том, в какой статусе находится молодой человек. Здесь нужно, ещё раз повторяю, здесь нужно для себя определить, что есть мы, кто есть мы, как вы это понимаете, мы, да. И, может быть, может быть, немало важно было бы узнать, а чего вы вообще, к примеру, хотели бы от человека. Что вам, ну, что вам желает тот человек? Что вы нуждаетесь? Сможет ли он вам это дать? Потому что он, вполне возможно, он этого дать не может, того, что вы хотите. К этому нужно тоже адекватно относиться. Дальше. Мы хотели Омни сделать предложение. Вещите вы. Вот, знаете, на мой взгляд, как-то у вас всё очень быстро развивается, да? Да, с учётом особенно того факта, с учётом того факта, что вы, ну, что вы только учитесь, а он, соответственно, в такой, в такой... Ну, достаточно непростой для себя ситуации. Вот. То есть, как-то вот мне здесь видится, что... Торопитесь куда-то. То есть, слишком, ну, слишком, слишком стремительно отношения развиваются. У вас. Вот. И опять же, опять же, опять же, не происходит ли здесь подмены... понятий, да? То есть, когда одни желания в действительности выдаются за другие. То есть, когда вы хотите быть человеком, но вроде как хотите быть человеком, а на самом деле пытаетесь решить, эм... свои проблемы и пытаетесь реализовать свои желания, что... эм... В цел... В целом... Вот, в целом, это неплохо. В целом, это неплохо, что вы хотите это сделать. Именно, в целом, это неплохая история, но... В рамках того, как вы это реализуете, это вам, скорее, здесь вредит, чем несёт в пользу. Да? Надеюсь, вы... Понимаете, о чём есть речь. Мы хотели пожениться летом, сыграть в свадьбе, чтобы успеть накопить. Мы хотели пожениться летом, сыграть в свадьбе, чтобы успеть накопить... Простите, а успеть накопить на что? И как вообще, эм... ну... связана свадьба, да? С тем, что вы хотите накопить, накопить. То есть, ну, тут вот вещи, они, эм... все в одну кучу, в одну кучу. То есть, никак, свадьба никак не может, эм... там, использоваться, к примеру, эм... для решения... каких-то других проблем. То есть, свадьба, это свадьба, а накопление, это накопление, вы можете просто расписаться, да? Если у вас нет денег. А свадьбу, свадьбу, там, отыграть... потом. Или можете вообще не расписываться, не расписываться. То есть, такое ощущение, что вы как-то все лихорадочно это делаете, и... Молодой человек, в том числе, тоже делает всё это слишком лихорадочно. То есть, он как будто прям... он как будто боится. Боится, что вы уйдёте, боится вас потерять. Ну, вот. Может быть, и вы боитесь того... чего-то тоже. Вот. Но пока я вижу, что вы сами, вот, личную ответственность брать на себя не хотите за, условно, то, что происходит, вот, с вами, в вашей жизни. Именно в вашей, не в его. Вот. Это... Разные вещи. На мой, на мой, опять же, взгляд. Вот. Кхм. Хм. Кхм. Дальше. Стоит ли выходить замуж, если придётся не жить, а выживать? Эээ... Так... А вот... Как бы... Тонкость, она... В чём? Тонкость в том, что... Выживать, условно. Выживать, условно. А вы будете в том случае, если вы не счастливы с человеком. То есть, если вам, условно говоря, с ним не хорошо вместе, если вы, ну, как-то вот, знаете, ну, если вы не чувствуете себя с ним комфортно, если вам с ним не хорошо, ну, вот, вот, именно, ну, именно вместе, да? Вот. То, да, вы будете, вы будете, действительно, вы будете, скорее, выживать. Это... Это правда. Вам будет, ну, действительно, тяжело, вам будет, действительно, ну, некомфортно в этой... значит, ситуации всей. Ну, вот. Понимаете? Какая штука. Потому и... так важно, чтобы вы определились для себя, что вы чувствуете к нему. Вот. Потому вот, эм... так важно, эм... как бы, этот момент, такой важ... важный. Понимаете? Вот. Дальше, эм... я еще только начал работать, пару месяцев назад закончил учебу, не работал, не так много зарабатывал, чтобы рассчитывать на меня. На меня. Ну, вы же понимаете, Алина, какой момент, да? Эм... рассчитывать на вас нельзя, в плане финансов, а рассчитывать на то, что вы, ну, что вы станете женой, да? Да, это... вполне себе может. При том, что... вы... выбираете... эм... такого мужчину, у которого, ну, есть... проблемы. Вот. Я вас не обвиняю, опять же. Эм... сейчас. Я просто хочу, чтобы вы... использовали... эм... для себя этот... вот этот момент. Вот. Мне было очень хотелось, чтобы вы отдавали себя что-то. То есть, если на вас рассчитывать не нельзя, а молодому человеку помощь в силу, ну, в силу ряда причин требует, да? Опять же, мы сейчас, эм... ну, не будем... эм... говорить о том, что... эм... хорошо это... эм... или нет, да? Мы не будем... эм... этого и снять. Вот. Главное, что вот, как бы, есть... есть, эм... такая тема, да? Вот. Если вы видите, что молодому человеку нужна помощь, вы предоставить эту помощь не можете, то вы, эм... ну, вы к отношению, к отношению именно с ним не готовы. Вам нужен мужчина более обеспеченный, у которого есть, эм... более... эм... ну, более... ярко выражена... эм... стабильность. И, собственно, эм... все, по крайней мере, ну, по крайней мере, это будет справедливо. Эм... а вы... эм... такое ощущение, да, что... эм... ну, как-то вот не хотите смотреть... эм... эм... правде... эм... в глаза. Вот. 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 Такой момент. На мой, опять же, взгляд. Дальше. 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 Тем более, встает вопрос, а что будет в декрете? Ну, так, эм... да, всё верно, эти вопросы, они встают. Это нормально, что они встают? И, в... в некотором смысле, даже, эм... хорошо, что они встают? Очень хорошо, что вы сейчас, эм... понимаете, потому что, так вы можете, эм... лучше, эм... себя понять. Так вы можете лучше понять, что вам... что вам нужно, чего вы хотите, как вы хотите. Вот. Всё правильно. Всё правильно. Всё правильно. Дальше. Эм... так, эм... тем более, это вопрос. Так, ипотека, алименты ещё 15 лет никуда не денутся, работе придётся, чтобы прокормить своих, нас, именно ребёнка. Ага, а что делать? А почему вы хотите завести ребёнка сейчас, когда у вас, по сути, нет никакой финансовой стабильности именно у вас? А почему обязательно прокормить вас, ну, троих, как бы, троих? Да, то есть, это... такая история. То есть, вот, мне, думаю, что вам бы нужно как-то всё-таки, может быть, более самостоятельно к этому вопросу подходить. Вот. Что делать? Пишите вы, что делать, чтобы что? Разобраться в себе, это одно, гармонизировать отношения с молодым человеком, это другое. Определитесь, после этого уже можно будет более детально консультироваться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.